МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И с размахом, как звучал пикет, подсоло Пелагеи. Репортаж закрытия Шукшинского кинофестиваля. Четыре кандидата на пост губернатора Алтайского края официально подали документы в Краевую избирательную комиссию. Срок приема документов завершился. Напомним, трое претендентов в Рио губернатора Виктор Томенко, выдвинутый Единой Россией, кандидат от ЛДПР Владимир Семенов и от Справедливой России Людмила Суслова успешно прошли муниципальный фильтр и сдали весь необходимый пакет документов в Крае с Бирком еще в пятницу, 27 июля. Днем позже, 28-го, в последний день приема документов, подписные листы в свою поддержку принес бизнесмен Андрей Крылов. Его выдвинула партия Роста. Он также, как и его соперники, набрал 560 голосов и предоставил свой сенаторский список. Отметим еще два кандидата, ранее заявивших о себе. Это общественный деятель Виктор Рау и журналист Сергей Сущевский. из предвыборной гонки выпали. Они не смогли преодолеть муниципальный фильтр и собрать необходимое количество голосов в свою поддержку. Но вот тем временем Краевая избирательная комиссия направила в прокуратуру краеобращение, не набравшего необходимого числа голосов кандидатов губернатора Виктора Рау. 25 июля обращение, где Рау заявляет о нарушениях процедуры сбора подписи, поступило в избирательную комиссию региона. А 28 числа он провел митинг, который поддержало порядка 40 человек. Виктор Рау заявлял о предвыборной фальсификации. По его мнению, за сбор подписей производилась оплата. Об этом заявитель сообщил в Краизбирком, ссылаясь на имеющиеся у него доказательства, которые, как отметили в избирательной комиссии, заявитель так и не предъявил. Виктор Рау отметил, что будет добиваться официального внесения в список кандидатов, минуя муниципальный фильтр. А Краизбирком направил обращение в прокуратуру для проведения проверки. Руководство Краевого дворца зрелища спорта получило месяц на устранение 16 нарушений, которые выявили сотрудники прокуратуры и МЧС. В ходе судебных разбирательств сторона обвинения предлагала закрыть здание. В учреждении уже несколько лет не работает система пожарной сигнализации. Пути эвакуации захламлены. При этом ежемесячно здание посещают десятки тысяч человек. Тему продолжит Ирина Корчагина. Арена разобрана по частям. В здании пахнет краской. Активные работы во дворе начались лишь после проверок и судебных предписаний. А нарушений много. Деревянный потолок, который может вспыхнуть в считанные минуты. Загроможденные пути эвакуации. Отсутствие пожарной сигнализации. А один из подвалов до сих пор занят центром Айкидо. И все это в крупнейшей арене края, где проходят массовые мероприятия, куда приезжают известные артисты. Проводятся крупнейшие соревнования. Наш корреспондент Кирилл Политов частый гость в Дворце спорта. Я пошел на концерт группы «Руки вверх» и решил проверить, работают ли выходы и входы Дворца зрелища спорта. Оказалось, что та сторона, которая выходит на стоянку, это где за кассами, по-моему, туалеты на гору, да, она была закрыта. Элементарно была закрыта. Я так представил, что посчитал примерно 6 тысяч 7 человек на концерте группы «Руки вверх» сейчас в данном месте находятся. И те выходы, которые открыты, это центральная часть и та, которая выходит на спортивный комплекс «Опи». она не в состоянии справиться с тем потоком людей. Уже несколько лет ледовую арену Дворца арендует хоккейный клуб «Алтай». Спортсмены боятся лишиться своей постоянной площадки. Альтернатив регионе немного. Но в администрации края заверяют, что поводов искать новое место для тренировок пока нет. Мы ждем подписания договора со школой и с клубом на этот сезон. Во время судебного заседания 25 июля, которое закрыли от прессы, юристы Крайсов-Профа, владельцы Дворца, возражали. Пути эвакуации свободны, а размещение в холлах кресел и киосков предусмотрено проектом. По поводу потолка стороны так и не пришли к единому мнению. Отметим, что здание построено в 1966 году. И за это время капитально не ремонтировалось. В итоге суд принял решение дать руководству месяц на устранение недочетов. Все те предписания, которые выписаны, срок исполнения на один год. Мы должны их исправить. Но они уже исправлены на 90%. К слову, на октябрь во Дворце уже анонсирован концерт известной певицы. 1 сентября в Железнодорожном суде состоится следующее заседание, на котором озвучат результаты экспертизы по итогам ремонта. Ирина Корчагина, Павел Лаурнин, Александр Антропов, Андрей Печоркин. Наши новости. А 2 августа в Угловском районе пройдет суд, который решит, полагается ли моральный ущерб родителям 10-летней Надежды Наумовой почти год назад, погибшей по версии следствия по вине врачей Угловской районной больницы. Родители девочки требуют компенсацию в 2 миллиона рублей. Утверждать, что это произошло по вине врачей родители, а вслед за ними и мы, можем исходя из заключения независимой экспертизы, которую проводили в Санкт-Петербурге. На ее основе потерпевшие составили иск в Угловский районный суд о возмещении убытков и компенсации морального вреда Юлии и Сергею Наумовым, родителям погибшей Наде. Среди недостатков оказания медицинской помощи 10-летней девочке, страдавшей гидроцефалией, экспертиза установила следующее. На 90 минут реаниматолог позже стал оказывать помощь. Медицину катастроф, реамобиль, они тоже вызвали на 3 часа позже. Именно это стало в итоге, по мнению следователей, причиной ухудшения самочувствия Надежды Наумова и впоследствии ее смерти. Родители погибшей девочки надеются, что правосудие окажется на их стороне. Однако с самого заседания ждут с опаской, ведь в течение нескольких месяцев они регулярно получают СМС с неизвестных номеров с угрозами в отношении остальных своих детей и людей, поддержавших семью. Родители полагают, что к этим СМС имеет отношение руководство больницы, которое по-прежнему не признает свои вины в несвоевременном оказании помощи Надежды Наумовой. Нехватка лекарств для ВИЧ-положительных жителей края стала темой международной конференции по СПИДу в Амстердаме. Специальному посланнику ООН по ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии Мишелю Казачкину рассказали о нехватке таблеток в Бийске. Пациенты жаловались, что им не выдают препарат под предлогом того, что он снят с производства. Речь, в частности, шла о лекарстве калетра, поставки которого по условиям контракта должны были завершиться не позднее 31 июля 2018 года, пишет Тайга.Инфо. Согласно анализу госзакупок, Министерство здравоохранения России закупило калетру, и в Алтайский край должно было поступить более 11 тысяч упаковок. Но в то же время сайт перебой.ру приводит сообщение бейчан, которые жалуются на нехватку лекарств и на то, что пациентам предлагают высокотоксичные аналоги. Отметим нестабильность ситуации с терапией для ВИЧ-положительных больных длится в Алтайском крае не первый год. В начале 2017 года на нехватку лекарств жаловались барнаульцы. Тогда дефицит препаратов в крае возник якобы из-за увеличения числа больных, получающих лечение. К другим темам. Шумная ярмарка, концерты, гости со всей страны, награды лучшим писателям и режиссерам. Больше 7 тысяч гостей побывали в Алтайских сростках на церемонию закрытия Шукшинских дней на Алтае. Делится впечатлениями Илья Кочетков. На главной улице сросток с самого утра не протолкнуться. Гости со всего края и из других регионов заполнили в обычное время тихое село. Уже который год Шукшинские дни это настоящий фестиваль народного творчества, куда съезжаются мастера, артисты и просто талантливые люди. Пирожочки с черемухой ароматные, душистые. А пирожочки-то у нас пирожкам чаек на алтайских травах. А заговоренные семечки бабой Таней. До последнего на шукшинских днях на Алтае задержались немногие звезды. Но без сомнения это люди по-настоящему всенародно любимые. Виктор Мерешко с нынешнего года он является президентом Шукшинского кинофестиваля. Актер Федор Добронравов в этом году он привез на Алтай спектакль «Чудики» по произведениям Шукшина. В Мемориальном музее и бывшей школе он даже вспомнил свое школьное детство. У меня пятерки были только по физкультуре, по пыльни и по трубке. В этом году значительная часть площадок праздника переместилась на пикет. В городе мастеров, например, можно было с народным творчеством ознакомиться, на народных инструментах поиграть. Все увиденное в сростках впечатлило и статусного гостя шукшинских дней заместителя министра культуры Российской Федерации Ольгу Ярилову. Она заверила журналистов, что фестиваль имеет огромное значение и федеральные власти будут его поддерживать и дальше. Гости приехали не только за впечатлениями, но и сами привезли подарки. Валерий Фомин, председатель жюри шукшинского кинофестиваля, киновед, подарил музею шукшина в сростках рукопись сценария фильма «Печки-лавочки». Это сказание о сросткинской земле, почти как упырье, сказание о земле сибирской. Наконец, пусть он будет здесь, пусть будет вашим, да, потому что он родился здесь. Будут люди простые жить, радоваться, грустить, любить. И пусть эта любовь сверлца навсегда, навсегда. Лауреатом литературной премии стал писатель, драматург, журналист Владимир Костин из Томска за книгу «Коробок». Лучшим полнометражным фильмом 20-го кинофестиваля признали картину «Карп отмороженный» Владимира Котта. В программе «Короткого метра» главный приз вручили фильму «Дерево» производства России и Чечни. Специальный приз за соответствие лозунгу фестиваля «Нравственность есть правда» вручили народному артисту Федору Добронравову за фильм «Жили-были». Завершился праздник долгожданным для многих концертом певицы Пелагеи. Следующие шукшинские дни пройдут в год 90-летия писателя и режиссера. В Рио губернатор Виктор Томенко напомнил, что 2019-й будет еще и годом театра и сказал, что хорошим подарком может стать наряду с традиционными мероприятиями новый театральный фестиваль, основанный на постановках по произведениям Василия Шукшина. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Городская свалка прямо под окнами новых домов. 14-летний барновельский школьник обнаружил в одном из спальных районов настоящую помойку. Снимки с горами мусора, в которых утонула часть окраины, буквально взорвали интернет. Свалка образовалась, скорее всего, после того, как от построенных домов мусор оставшийся, свозили сюда. Почему ты так решил? Здесь много строительного мусора, такая, как монтажная пена, кирпичи. Мальчика заинтересовал вид из окна новой многоэтажки, в которую он совсем недавно переехал вместе с родителями. Весь строительный мусор, что остается после ремонта квартир, жители выбрасывают прямо во враг, недалеко от домов. Большинство пользователей возмутились и посоветовали автору обратиться в прокуратуру города и администрацию индустриального района. Правда, они не учли, что Андрей несовершеннолетний и просто хотел таким образом обратить внимание взрослых на проблему. Я решила придать эту новость огласке, потому как такой природный уголок погибает. Здесь когда-то были деревья, но они все померли из-за мусора. Сюда выходят окна из-за жилых домов. И очень много людей видят это, но они ничего не делают. Отметим, что сразу после того, как мы обратились в администрацию города с просьбой дать комментарий на место выехала специальная комиссия о результатах проверки в ближайших выпусках. 160 километров, 4 дня пути и 100 тысяч рублей жительница Барнаула Виктория Наспор дошла пешком из Барнаула до Бийска. Финишировала она вчера, проведя в пути 4 дня. Ну все, она это сделала. Дошла, девочка. Напомним, поводом для необычного путешествия стал спор, на кону оказалось 100 тысяч рублей. Несмотря на непростые погодные условия, девушка честно прошла весь путь пешком, размещая по ходу фотографии видео на своей странице в одной из социальных сетей. По ее словам, продуктами и просто добрым словом помогали многие проезжающие мимо. Также Виктория признается, что необычную моральную поддержку ей оказали подписчики и просто звонившие неравнодушные люди. Девушка призналась, что потратит выигранную сумму намеренно прямо в Бийске. Торжество балета, фокусники, бармен-шоу, розыгрыши лотереи, торгово-производственный комплекс Алтайского края отметил День торговли. Мед, фрукты и овощи, мясо, сыры, масло и все по низким ценам. В основном на прилавках товары собственного производства. Торгово-производственный комплекс Алтайского края совместно с администрацией Ленинского района провел ярмарку, посвященную Дню торговли. Несколько сотен покупателей ушли не только с покупками, но и с ценными подарками. Сегодня у нас первая ярмарка после долгого перерыва. Практически пять лет мы ее не проводили. Надеюсь, что эта ярмарка послужит отправной точкой для нового этапа развития нашего торгово-производственного комплекса. Хотелось бы, чтобы сегодня наверное, все работники, все посетители могли подойти и уже, наверное, получить то эстетическое удовольствие, да не только купив продукцию, но и наблюдая за нашими артистами. В следующий раз работники рынка организуют школьную ярмарку. Покупатели ждут доступные цены и широкий ассортимент. Рынок работает с девяти утра и до пяти вечера. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. В последний день июля на большей территории края ясно и без осадков. В Заринске, Бийске и Змейногорске до 24 тепла. В Славгороде, Рубцовске и Олейске 23 выше нуля. В Барнауле ясно, ветер умеренный. Ночью до 13, днем 23 градуса тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Все новости к этому часу. До встречи. Георгий Андреев воевал на Западном, Первом и Четвертом Украинском фронтах. Отличился в боях на Польше. На станции «Печь» батальон майора Андреева обратил в бегство местный гарнизон немцев. Позже разгромил вражескую группировку. А во время форсирования реки Соль закрепился на занятых рубежах. Во время наступления на село Ворик Георгий Андреев одним из первых ворвался в штаб пехотного полка противника и захватил знамя. За проявленный героизм был удостоен звания Героя Советского Союза. Григорий Баздырев воевал на Сталинградском, Южном, Воронежском, Первом Украинском, Третьем Белорусском и Первом Прибалтийском фронтах. Участник Сталинградской битвы. В 43-м году во время форсирования Днепра сержант Баздырев отразил ожесточенные атаки противника, на стороне которого было 25 танков. Еще пять подорвалось на местности, заминированной его отделением. За образцовое выполнение боевых заданий Григорию Баздыреву было присвоено звание Героя Советского Союза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...